За три недели сделано немало. Работы ведутся сразу по двум направлениям. Это подготовка к очередному отопительному сезону и ремонтные работы систем горячего водоснабжения. Приоритетным является последнее. В ходе опрессовки было обнаружено три порыва. На данный момент они все устранены. В здании самой котельной проведены работы огромного масштаба. Она фактически переживает капитальный ремонт. Как говорят специалисты, расчетный срок службы подобных сооружений 30 лет. Котельная же, расположенная во втором микрорайоне, начала свою работу в 80-х годах прошлого века. И с ее запуска крупномасштабных работ по ремонту не было. За три недели заменено 95 единиц запорной арматуры, таких как задвижки и вентиля. Проведена очистка от накипи и прочих посторонних примесей одного из двух диораторов. Цистерна, участвующая в процессе отделения пузырьков кислорода из воды. Заменено порядка 100 метров продувочных труб, подходящих ко второму, третьему и четвертому котлам. На данный момент идут работы по очистке азотной кислотой, пластин нагревания. Со временем на них накапливается накипь, что затрудняет процесс нагрева. Видите, сейчас чуть стукно, видите, что с нее сыпется. Это накипь, то, что у нас горячая вода подается, жесткость очень большая. И в результате у нас со мной стороны идет тепломоситель, у нас горячая вода, внутренний конкурс. С другой стороны исходная вода догревается до 75 градусов, 65-75 градусов, подаем убором. И вот эта жесткая вода накипает, проход уже маленький становится, давление не то, воды не хватает. Мы ее где-то в три месяца раз разбираем, пластин нагреватели, и теперь с водой размываем. Продолжаются работы по замене питательной линии на котел. Здесь необходимо заменить порядка 60 метров трубы. Ее замена ведется на высоте 3 метров с увеличением до 5. Да и проходит она среди прочих труб. Все это осложняет ход работ. Еще предстоит заменить трубу, по которой горячая вода возвращается на котельную. Шестиметровый участок, находящийся внутри здания, фактически непригоден для использования. Труба буквально крошится на глазах. Стоит отдать должное людям, проводящим ремонт практически в адских условиях. Ведь жара на улице оказывает влияние и на климат внутри помещения. Рабочие с утра до позднего вечера с усиленной отдачей трудятся, не покладая рук. Ведь все заинтересованы в том, чтобы как можно скорее дать горячую воду. И все-таки, когда же жителям второго, третьего и четвертого микрорайонов города ждать запуска этого ресурса? Не могу сейчас сказать. Но думаю, где-то, наверное, если... Если все удачно. Все удачно. Может быть, где-то, я думаю, в понедельник, вторник. Во вторник, в вторник, в утра, в утра, в утра, в утра. Итак, ждать осталось недолго. Еще несколько дней, и в квартирах снова из крана побежит горячая вода. Вадим Полосмин, Александр Трегубов. Наш город.